Сегодня разработчики Геншина ультанули в ленту новостей кучей анонсов. И с чего бы начать? Оставим вкусненькое напоследок и начнём с баннеров на 27 сентября. Отличный оружейный баннер с хомой и сигной невелета на 88 крит урона. Ещё и мечик одноручный на проценты хп из 4-х звёздочных. Крутить такой баннер точно не будет за шкваром, если не учитывать затаившийся скам двуручник, который может быть в будущем себя сможет раскрыть. А про невелета с хутао мы знаем давно, интереснее 4-х звёздочные рераны. Синцю, Диона и Фишель, отличный набор персонажей. Фишель и Синцю одни из лучших эпиков, ну а если примагемов на них не хватит, с 28 сентября по 1 октября, в честь годовщины Геншин Импакт, каждый день на внутриигровую почту будут присылать по 400 примагемов. И требуется всего лишь второй ранг приключений. То есть награду 1600 примагемов получат все без исключений. Этого мало? Тогда с 29 сентября по 16 октября за ежедневный вход в игру можно забрать до 10 ивентовых круток. Для этого не обязательно заходить прям каждый день, как в некоторых браузерках или мобильных играх. Пропустил день 2 не страшно. Главное за временной отрезок с 29 по 16 зайти в игру 7 раз. А в какой день это делать, решай сам. Если играл в Ханкай Стар Рейл, то с этой системой наверняка уже знаком. Там подобное устраивали каждую обнову, раздавая по 10 ивентовых билетов. Для тех, кто в Геншин играть начал недавно, тут 10 круток раздают только на годовщину игры и на китайский Новый Год. Так что смиритесь с этим. А теперь и моя очередь отдать благословение полой луны за прошлый ролик про новое оружие грядущей обновы. Забрал её Дмитрий Тимошин. Если тоже хочешь принять участие в раздаче лун, пиши свой юдит в комментарии под этим роликом, а в следующем видео по Геншин Импакт при помощи рандомайзера я отберу победителя. Кстати, беру луну я по сниженной цене на Геншин Дроп, но уже давно без кейсов и никакого скама. И там тоже проходят раздачи, в которых можно участвовать бесплатно. Если надумаешь, то ссылка в описании. Итак, обнова 4.1 ещё не вышла, но уже прошёл анонс новых персонажей обновления 4.2, которое выйдет 8 ноября. Долгожданный Гидро Архонт и какая-то розоволосая тянка. Ну ладно, ладно, Шарлотта может стать вторым криокаталистом после Ризли, поэтому не уделить ей внимания будет несправедливо. Хотя многие и так понимают, кто из них выпотрошит кошельки со всеми примогемами на аккаунтах. Всех ждёт фуринотерапия. Блин, простите, но я не могу называть её фуриной. Пусть будет Факалорс. По поводу её редкости сомнений нет. 5 звёзд, гидростихия, а вот с оружием пока официальной инфы нет. Думаю, одноручный меч. Как будут ей балансить способности, когда в игре есть Елани Синцю, тоже загадка. Всё-таки Архонт должен быть сильнее каких-то там непонятных челиков из Льюэ. Поглядим короче. Шарлотта Крио-стихия. По редкости может быть 4 звезды, потому что кроме неё и Факалорс больше никого не анонсировали. Да и по сюжету она чем-то напоминает мне Тому. Хотя могу ошибаться, и Шарлотта получит легендарную редкость. И окажется очень даже сильным Крио-каталистом. Вероятно, даже посильнее Ризли. Но это пока что догадки. Реальные сливы их геймплея появятся с запуском закрытого бета-теста. И я, конечно же, смотреть сливы не буду, а дождусь официального показа на стриме разработчиков. Не хочу портить себе впечатление. Ну и напоследок поговорим о ещё одном событии, в котором кроме клика забрать награду придётся покликать ещё несколько раз. 28 сентября и по 9 октября всех ждёт сбор Медуз. А вы чё, думали обнова начнётся с главного события и бесплатного катализатора? Его разработчики приберегли на вторую половину обновы. Про него поговорим в другой раз. Сбор Медуз требует 20 ранг приключений и любую открытую статую Архонта в Фонтейне. Испытание заключается в том, что мы плаваем, собираем Медуз на время и забираем за это всё 420 примагемов. Даже не знаю, чё ещё сказать про этот ивент. Стандартный, незапоминающийся проходняк. Ну и ладно, примагемы лишними никогда не будут. Помимо этого ещё ж задания легенд Невилета, сюжетка Сорликина, новая локация Фонтейна. Посмотреть б уже на это. Быстрее бы 27 сентября. Прямо в 6 утра, как выйдет обнова, подрублю стрим и побегаем с вами по новому контенту. Так что забегайте, как время будет. Ну и на этом, покеда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok